В эфире программа «Сделанная вятки». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. В этой студии мы по традиции находимся с Антоном Касановым, историком, одним из авторов проекта «Пешком по вятки». Добрый день, Антон. Добрый день, Владимир. Ну и, безусловно, с днём рождения. Спасибо. Всех благ, успешного развития этих проектов, которые сейчас есть, но и успешных начинаний, безусловно. Будем стараться. Да. Сегодня у нас программа обещает быть очень интересной и увлекательной, потому что мы будем говорить об очень такой интересной эпохе. У меня такое впечатление складывается эпоха, когда твой ум, твоё упорство, твои знания, они действительно могут привести к такому положительному эффекту, весьма положительному эффекту, без всевозможных препонов, связывая с современностью сейчас огромное количество каких-то контролирующих органов. А вот в то время, как-то по-свободнее, мне кажется, было. В общем, герой сегодняшней нашей программы – Яков Фомич Тарышкин. Известная личность. Один из его биографов написал. Степенный русский мужик в длиннополом кафтане и сапогах, но своей серьёзностью, внушительным и уверенным видом сразу выделялся из толпы. Сейчас очень много говорится про социальные лифты, про то, как простому человеку куда-то пробиться, стать богатым, развить свои идеи и так далее. На мой взгляд, конечно, здесь есть прямые отсылки к эпохе именно такого раннего русского капитализма, чей прогресс и активное такое развитие прошло именно с эпохи великих реформ Александра II. Это 60-е годы 19 века и дальше до 1914-17 годов. И, в принципе, как раз вот в эту эпоху мы застали Якова Фомича Тарышкина. У него были крестьянские корни, и даже сам он, начиная свою деятельность, оставался крестьянином. Но вот уже мы про несколько купцов здесь говорили, что они начинали, будучи крестьянами, а заканчивали купцами первой гильдии, известными по всей России. То есть это говорит о том, что действительно это люди, обладавшие серьёзными качествами, в том числе деловыми и жизненными и так далее. Тарышкин родился в селе Полом Вятского уезда. Великий Рыбчик Вятский район, да. И не получил систематического образования, никакого делового, не обучался в никаких бизнес-школах, не получал образования в гимназиях и ещё где-то. Он просто, видимо, был сын своего отца, то есть уже его отец занимался гужевыми перевозками. То есть, как правило, у нас в России в основном всё перевозилось либо по реке, либо гужевым путём. Но в 16 лет так получилось, что он остался фактически сиротой, и Тарышкин сам взялся уже за дело своего отца, стал его продолжать очень энергично. И несмотря на то, что он был ещё совсем юный человек, но у него в подчинении было около 100 мужчин, взрослых, которые были извозчики и так далее. И дело начало спориться. А для вопроса, извозом он занимался круглогодично или всё-таки как представитель крестьянства летом всё-таки сельхозработы, а зимой вот уже можно извозом заниматься? Ну да, здесь есть определённая сезонность. То же самое касается и пароходства, которое в дальнейшем он возглавил, потому что пароходство, всё в нём хорошо, но вот сезонность, она делает так, что в какой-то период времени вы получаете большое количество доходов, в какой-то промежуток времени просто ничего нельзя сделать из-за погодных условий. И в этом как раз была определённая проблема. Ну вот если посмотреть на такую биографию Тарышкина деловую, то буквально за 20 лет, с конца 50-х годов до 80-х он прошёл путь от крестьянина до купца 3-й, потом 2-й гильдии, и наконец в начале 80-х годов мы встречаем его уже купцом 1-й гильдии, человека весьма богатым, и деньги ему принесло как раз пароходное дело, пароходство, навигация, флот. Ну надо сказать, что вообще если посмотреть на список вятских миллионеров, на начало 20-го века, то есть 4-х человек и двое как раз занимались пароходством. Тихон Балучёв и Яков Тарышкин. Потом ещё человек из Слободского появился. Ну да. Но об этом позже. Вообще надо сказать, что первоначально таких условий каких-то для того, чтобы Тарышкин стал на этом поприще ведущейся личностью, богатым человеком, не было. И у него было очень много конкурентов. И вообще в пароходном вот этом деле было огромное количество игроков, и Тарышкин стоял седьмым игроком в общем количестве тех людей, которые занимались пароходством. Ну а на первом месте совершенно недосягаем был Балучёв, за которым Тарышкин гнался со свойственной энергией долгое время, несколько десятилетий. И в итоге можно сказать, что ему в принципе удалось достать этого человека по уровню богатства, который был первоначально просто недосягаем. А известно, где вот этот поворот-то случился у Якова Фомича? Почему он решил именно пароходами заняться перевозками? На самом деле, потому что пароходство – это весьма прибыльное дело. Дорог в России, ну как известно, всегда с ними были какие-то проблемы, вот, к тому же сезонность и так далее. А пароходство, оно в это время активно развивались, именно как пароходы, уже не просто суда простые. И Тарышкин смекнул, что на пароходство можно сделать большие деньги, причем именно и на грузоперевозках, и на перевозках людей, потому что, ну, естественно, Авиатская губерния – это часть Вязкокамского региона, где люди активно перемещаются до Казани, до Нижнего Новгорода, в пределах Вязкогубернии, ведь ее размеры были гигантские, необходимо было везде ездить, и люди занимались активно бизнесом самым разным. И, конечно, Тарышкин понял, что нужно в эту тему впрягаться, нужно ей активно заниматься, и начинает укреплять свой флот, свою инфраструктуру. И это все происходит постепенно. Сначала у него было три корабля, потом уже в конце 80-х годов у него девять кораблей, но у Балучева девятнадцать, и Балучев может пассажирские рейсы пускать каждый день, а Тарышкин каждый день не может, день через день. И потом все-таки он достиг того, что у него было уже свыше десяти кораблей, и он мог каждый день пускать пассажирские рейсы, в том числе до Казани, но конкуренция в тот промежуток времени была нешуточная. И игроки шли на различные маркетинговые ходы, как сейчас говорится. Тарышкин впервые предложил пассажирам третьего класса, то есть это самый массовый пассажир, который готов заплатить небольшие деньги, но ему нужно постоянно ездить. Это самые дешевые билеты, да? Да, самый дешевый класс. Эконом-класс, как мы сейчас сказали. Вот за них шла нехилая такая конкуренция, реальная борьба. Пароходы, они буквально как современные пазики, какой-нибудь 23 маршрута гоняли иногда, чтобы обогнать друг друга, быстрее прийти к пристани, собрать публику. Ну, естественно, придумывались различные акции. Про Тарышкина говорили, что у него иногда пассажирам третьего класса давали стопку водки прямо при вступлении на палубу этого парохода, либо бутерброд давали какой-либо, то есть пытались всяческим образом привлечь, завлечь. Я почитал, что это вроде не всегда было, не ежедневно, а по праздникам. Это было не всегда, но это было достаточно часто, особенно в тот период времени, когда конкуренция между игроками усиливалась. Ведь, как иногда бывало, когда у Тарышкина было 9 кораблей, и он не мог каждый день пускать рейс до Казани, то Булучов пускал рейс самостоятельно и снимался сливки. Тогда он развешивал по городу черные такие объявления, что сегодня такой-то рейс, и сниженной цены не будет. Демпинга цен нет, потому что конкурентов просто нет, и все хорошо у Булучова, соответственно. Когда Тарышкин выставляет свой пароход, то Булучов вешает красное объявление, что вот сегодня такая цена, давайте ездите на моем корабле, а не на кораблях Тарышкина. И вот долго между ними шла такая конкуренция. В итоге несколько раз они приходили к договору о распределении сфер влияния, как при оптовых перевозках, то есть крупные, например, соляные перевозки делал Булучов, более мелкими занимался Тарышкин. Так и то, что касается пассажирских перевозок, то есть потом договорились, что с утра рейс идет Булучова в 8 часов, в 2 часа рейс Тарышкина до Казани, и люди уже сами выбирали, как им удобно добираться, в соответствии с их целями, их желаниями. Известно, какие личные взаимоотношения были у Якова, Фомича или Тихо-Тихо-Тихо-Тихо? Ну, личные взаимоотношения были очень непростыми, потому что, во-первых, это были представители двух разных сословий, с одной стороны, с другой стороны, чисто мировоззренческие моменты. Булучов слыл англоманом, это был такой столичный щеголь, который любил одеваться, красиво выглядеть, делать яркие поступки. Вот, Тарышкин был простой очень человек, вы правильно его характеризовали, это характеристика, которая встречается в многих источниках, то есть это те люди, которые лично его знали. Это был простой мужик, сохранились в фотографии русском, кафтане, с большой бородой, окладистой такой. То есть это был человек совершенно другой формации. И, конечно же, им приходилось конкурировать. Когда они договаривались, то эти договоры Тарышкин зачастую считал для себя не просто невыгодными по итогам деятельности, а даже совершенно такими губительными, потому что Булучову это была прямая тактика, он договорился с конкурентом, они начинали делать что-то вместе, но в итоге условия были такие, что конкурент с рынка выдавливался. Так случилось с пароходством ГАКСа, например. То есть после встречи с Булучовым пришлось все прекратить, потому что, ну, вот такие были условия, и такой жесткий был предприниматель Булучов. Но в итоге все равно, надо сказать, что к началу 20-го века к ним, к обоим, пришло понимание о том, что нужно сотрудничать, потому что время одиночек прошло, и это был период времени, когда осуществлялись очень мощные картельные сговоры, когда образовывались крупные корпорации такие своеобразные, монополизация рынков происходила, и тогда образовалось знаменитое товарищество ГАКС-Камского пароходства, куда вошли Булучов и Тарышкин. Но очень любопытно, что на самом деле инициатором и человеком, от которого все это пошло, объединения были не Булучов и не Тарышкин, а молодой купец Александров, представитель знаменитой фамилии Слободской, которой в основном занимались виноторговлей, вот, и пошло это от Александрова. Просто он дерзкий купец, пришел на рынок, пассажирских перевозок у него было всего 4 корабля. А он, видимо, моложе был, да? Он был моложе их намного. Это уже представитель другого поколения, более дерзкого, который не обладал пиететом старикам, как говорится. Он сказал, что я могу все это делать сам, и вам будет всем не очень хорошо, потому что, опять же, демпинг-сенс, снижение конкуренции, все такое. И давайте договариваться. Ну, и они договорились, образовывалось товарищество, и теперь уже совершенно иная ситуация сложилась. От конкуренции перешли к сотрудничеству. Но хорошо ли это было для простых людей, это очень большой вопрос, потому что, если раньше в результате конкуренции люди могли ездить на проходы по сниженной цене, выбирать где дешевле, где удобнее, то теперь все. Вот есть одна контора, и она полностью монополизировала весь рынок. И поэтому ситуация совершенно иная сложилась. На рынке даже торговых перевозок тоже были цены увеличены, и никуда не деться, можно было только к этой одной конторе идти. Антон, сейчас надо прерваться на небольшую рекламу, после чего мы продолжим программу «Сделанной ветки». Я напоминаю, что это историческая программа, и герой сегодняшней передачи Яков Фомич Трышкин, один из самых известных ветских купцов. Говорим мы о его судьбе, о его биографии, его дела с Антоном Красановым, историком, одним из авторов проекта «Пешком по ветке». До педагога мы поговорили уже о создании этого объединения, пароходства. Трышкин-то ведь стал главой, все-таки, да, директором. Ну да, они распределили между собой обязанности вот эти, да, то есть там был очень большой уставной капитал, было разделение на паи, то есть по идее там у них был пикет уже с Булучовым, но в дальнейшем количество паев снижалось уже, ну это про Александра Трышкина, сыне Якова Фомича, но там уже была другая история, потому что, к сожалению, так получилось, что сыновья Трышкина, они не унаследовали его способности к развитию пароходства, Александр, к сожалению, ничего не понимал в этом деле и полностью сконцентрировался на мелкооптовых закупках и продажах. Ну, об этом позже еще поговорим, но был ведь момент, когда Трышкин-то все-таки оказался впереди Булучева, я имею в виду строительство железной дороги, Перм-Котпаска и... Ну да, это тоже очень интересная тема, потому что многие предприниматели эпохи конца 19 века, они очень так скептически и даже с улыбкой относились к железной дороге, говорили, ну что железная дорога, так что она изменит, в принципе, вот пароходство, люди привыкли к тому, что перемещаются с помощью пароходов и железная дорога воспринималась им как нечто совершенно непонятное. Но вот все равно, когда железная дорога появилась в жизни россиян, она изменила кардинально очень много, эти перевозки могли осуществляться по железной дороге круглый год, они были достаточно удобные, это было что-то новое и люди стали свои капиталы туда, как раз стали перемещаться по железной дороге. Наверное, Булучев это тоже недооценивал, что касается Трышкина, то он смекнул, что на этом можно заработать. И тогда он получил подряд на перевозку по реке вагонов и паровозов для строившейся линии Пермкотлас. Ну давайте напомним 1895 год, когда Николай II, император, как раз подписал указу. Да, вот как перед временем. И, собственно, на этом он неплохо заработал и это показало то, что он, в принципе, был прогрессивно мыслящий человек и он понимал, что, наверное, да, все-таки будущее может быть за железной дорогой, но заработать на железной дороге намного сложнее, чем заработать на водном транспорте, потому что там уж она совсем монополизирована. А, кстати, Трышкин тогда ведь был уже человек немолодым достаточно, он 39-го года рождения, то есть ему было под 60. А в 1903 году он уже скончался, к сожалению. Поэтому широкомасштабного развития железнодорожного движения он уже не видел, но он, видимо, прогнозировал, что так будет. Вот интересно бы знать, он успел, Яков Фомич, прокатиться в поезде. Да, интересный вопрос, конечно. Все-таки непосредственные отношения человек имел. Как у Трышкина складывалось взаимоотношение с властью? С властью отношения складывались очень хорошо. Трышкин более 20 лет заседал в Вятской городской думе и 9 лет находился в уездном земстве, помогал активно рулятым государственной власти, участвовал во многих проектах, частных государственных и государственных конкретно, участвовал в городском управлении, в общем-то с властью у него отношения были хорошие. Его сын Александр участвовал в выборах в Государственную думу, в том числе был кандидатом. Их семья придерживалась промонархических правых взглядов, поэтому, в общем-то, это были такие государственники, я бы так сказал. Поэтому с властью отношения складывались неплохо. Если говорить о том, где, собственно, располагался дом Трышкина, хозяйство, быт. Можно отметить, что в городе Вятке было несколько мест, и они, в принципе, и сейчас есть, которые связаны с именем Трышкина. Первая очередь, это Пятницкая Слобода, то есть район современной улицы, Пристанская, вот там, где порт. Там у него было достаточно количество амбаров и домов, и там жили его служители, и сам Трышкин там появился очень часто. Там находилась вся инфраструктура его портовых сооружений. Ну и второе место, которое связано с ним, кровно, это район бывшей Стефановской площади. Ну, сейчас это перекресток молодой гвардии Казанской, квартал до улицы Ленина. Тогда, в далекие уже времена, до 1937 года, там располагалась Донская или Стефановская церковь. Это родовая церковь Трышкина. Он, как благотворитель, активно очень поддерживал эту церковь, вкладывал огромное состояние, 8 тысяч рублей, почти, так как он вложил в церковь. В принципе, вся ее деятельность осуществлялась как раз за счет Трышкина, который был очень набожный человек и был церковной старостой. Вот, и там располагался его дом, различные постройки. Ну, третье место, которое связано с своим именем, это район Кукарская улица. Ну, в общем, если говорить современным языком, то это южная часть парка Гагарина и ниже, там, до Парлетарской, там располагались амбары семьи Трышкиных. Ну, понимаете, что Семеновская или Александровская или Верхняя торговая площадь это то место, где осуществлялось большое количество торговых операций. И поскольку семья как раз занималась этим видом бизнеса, то вот у них располагались там их торговые лавки. Ну, плюс ко всему, торговая лавка соляная была на улице Московской. То есть Трышкин отметился в различных районах города Вятки, но все-таки своим родовым местом он считал как раз район Донской церкви. А другие виды благотворительной деятельности? Он занимался огромным количеством благотворительной деятельности и гигантский капитал вкладывал. В первую очередь, как я уже сказал, это поддержка церкви Донской. Второе, это проект приюта для слепых. Вот этим проектом они занимались вместе с еще Павлом Клобуковым, про которого мы много говорили. Это очень степенный предприниматель старой поры тоже, который не любил публичное деяние, публичное дарение, а зачастую делал подарки, какие-то вспомоществования через третих лиц. Видимо, Торышкин с ним близко дружил, судя по воспоминаниям очевидцев. И вот зачем они сделали этот приют? Дело в том, что действительно слепые люди, к сожалению, не было большое количество вспомоществовательных каких-то организаций, которые могли им помочь. И вот они учредили приют, где в первую очередь молодые ребята, которые ослепли рано, могли учиться ремеслу и зарабатывать себе хотя бы копеечку на жизнь. Лучше ко всему в Попечистые обедных, тоже очень крупный проект, дом на углу Морозовской улицы и улицы Владимирской, огромное здание, которое строилось тщанием и усилием Колобукова, опять же, тоже участвовал Торышкин и финансово поддерживал этот проект, тоже помогал больным. Ну, плюс ко всему, он вложил большое количество денег в поддержку пострадавших от неурожаев, к сожалению, в конце 19 века, в начале века 20-го частенько они случались, и в большом аграрном регионе, в Вязкокамском, это большая проблема. Было, Торышкин тоже туда вкладывался. Ну и так далее, можно продолжать достаточно долго, потому что во в чем он только не участвовал. То есть Торышкин, он был одним из крупнейших благотворителей, и в дальнейшем отношение людей к нему стало очевидным после его смерти. Я читал, что все-таки в сравнении с тем же Булычевым корабли, пароходы у Торышкина несколько отличались, они что-то вроде не могли ходить по мелкой воде. Ну да, у него были мощные пароходы. И, соответственно, маршрут исследования тоже как-то с этим были связаны. Да, так было действительно. Вот, например, яркий случай был, когда в конце 19 века Торышкин покупает корабль «Надежда». Некоторые газеты потом забаскарили, что «Надежда» не оправдала надежд. Это был достаточно мощный пароход, двухэтажный, если так можно выразиться простым языком. И, к сожалению, на мелководье тяжело было ему ездить, пароходы ходили очень тихо, и это не нравилось потребителям, потому что они хотели быстрее доплыть. И потом пришлось этот пароход «Надежда» продавать. Пришлось продать, потому что «Надежда» не оправдала надежд. Но вообще он интересно назвал пароходы по-разному. В честь своего сына Ивана. Один Иван, да, назывался. Очень любопытно, что этот самый Иван, его сын, он потом после революции остался в Аркуле. Аркуль – это такая неформальная столица судоходства авиатского. И на его глазах этот пароход был национализирован, его перекрасили и назвали «Бебель». И потом на его глазах пароход, который был назван в честь этого сына Тарышкина, к сожалению, изменил свое название, предназначение. Наверное, это было непросто. Если еще поговорить о семье, о личной жизни, Яков Меча, дети, жена. Детей у него было достаточно много. Сына два, сколько дочерей, что-то я не мог подсчитать. Есть одна из дочерей «Надежда», тоже, насколько я знаю, это его одна из дочерей, тоже честнее он назвал. А вот, на самом деле. Ну, надо сказать, что у сыновей по-разному сложилась тоже судьба. Вот Александр стал продолжателем его дела, в 35 лет начал вводить в курс дел и уже занимать руководящую роль в пароходстве Тарышкина Александра. И был смышленый человек, очень такой любопытный, неординарный человек. Но, к сожалению, на пароходном поприще, как уже было сказано, он не отметился, зато занимался мелкооптовой торговлей. Но про него говорили, что он, к сожалению, фирму фактически, можно сказать, загубил, потому что, с одной стороны, не обладал должными профессиональными качествами, на детях гениев, как известно, природа несколько отдыхает. Это все до революции, да, еще было? Все это было до революции. После кончины в 1903 году, я как бы ничего. И надо сказать, что, с другой стороны, обладал он такими качествами, как азартность, очень мощная такая. Любил играть в азартные игры, делал ставки. Тарышкины еще участвовали в создании Вятского ипподрома. Ипподром образовался в конце 19 века. Первоначально у нас заезды устраивались чуть ли не по улицам города. Зачастую, такие встречались сообщения в прессе. Тогда организовали ипподром, а в районе современного Октярского проспекта, улица Роза-Люксенбург, нет, немножко там правее, скажем так, от ДК 1 мая. Правее. На месте ДК 1 мая вот этого участка стояло Богословское кладбище. А вот туда правее, в сторону современного ЦУМа, в кварталах Советская, Роза-Люксенбург, Дериндяева и Октябрьский проспект находился Вятский ипподром. Первый такой. Крупный. Рядом с Глазисным трактом. И вот там участвовал в создании Трышкин, Александр. Он был вторым лицом, первым лицом был губернатор. То есть это было дело очень важное. Потому что вообще Александр Трышкин состоял в обществе рысистого коннозаводства и любил скачки, тоже делал ставки активно. Но сейчас, к сожалению, уже от ипподрома этого ничего не осталось. Он был дважды застроен. В том числе в 20-е годы поселком Горсовета 27 деревянных домов там двухэтажных построили. Сейчас от них осталось два дома. Вот очень интересный проект Громаковского. Эти дома не простые бараки, они такие очень любопытные с балконами, с мезонином. То есть строилось по индивидуальному это проекту. То есть в перспективе пешком по водке там будет? Да, мы сделаем как раз в конце июня прогулку по Октябрьскому проспекту и вот эти районы мы тоже туда активно включим. Плюс ко всему мы про них пишем в нашем новом пути. Ну об этом еще поподробнее чуть позже поговорим. И к сожалению Александр Тарышкин не смог не смог продолжить дело отца. Что касается Так он наверное серьезные деньги проигрывал да? Ну конечно потому что азартные игры они всегда ведут к тому что теряются деньги надо сказать. Ему нужно было организовывать эти самые азартные игры и заработать на этом. Ну то есть ситуация сложилась такая что дети пытались пойти по стопам отца но видимо у них не получилось но мелком товаре торговли он в принципе преуспел. У нас сейчас небольшой перерыв традиционная реклама в середине часа после которой мы продолжим разговор. Продолжается программа сделанной ветки я вам благодарю нашего партнера компанию Вятич которая кстати приглашает нас всех 11 июня поучаствовать в праздновании дня пива Вара ровно в полдень 11 июня с театральной площади до завода Вятич будет проводиться торжественное шествие там же 11 числа состоится торжественное открытие современного прогрессивного квасного завода сейчас идет активная модернизация данного предприятия поздравить коллектив с завода придут первые лица города и области ну и все конечно рядовые кировчане могут понаблюдать за этим событием ну и безусловно попробовать знаменитый вятский квас в прошлом году был кстати параде Вятич очень красиво достаточно давно уже проводится данное мероприятие и проводится весьма весьма хорошо мы продолжаем наш разговор про Терышкина сейчас в перерыве обсуждали еще некоторые интересные моменты любопытно называл Терышкин свои пароходы Иван мы уже упоминали сын в честь сына Надежда в честь дочери да, очень интересно потому что название пароходов это такой своеобразный креатив то есть каждый купец назвал по-своему если читать иногда очень забавно например мы говорили уже в одной из передач что Тихон Филиппович Булучев называл пароходы в честь своего отца которым он очень любил если пароходы выстраивались в ряд то можно было прочитать фразу потомственный почетный гражданин Филипп Булучев то есть один потомственный другый почетный Филипп Булучев то есть это достаточно было любопытно что касается С Тарышкина, то у него тоже пароходы очень любопытные. Мы уже говорили, один Иван, другой Надежда, через детей. Один был отец, это понятно. Другой назывался Любимец. Тут можно пофантазировать, через кого он так его назвал. Через какого-то животного. Может быть, домашние какие-то животные были. Потом был Посланник, Передовой и Малютка. То есть такие вот пароходы, и у каждого было оригинальное название, а Вятку, когда Тарышкин умер, его доставили на пароходе дед. Вот. Ну, креативные названия тоже были, подходили непросто к этому, потому что, ну, действительно, это важно. На ком пароходе ты едешь, как ведь ты ехту назовешь, так она и поплывет. Я думаю, что это правило было всегда актуальным. А вот, кстати, интересный вопрос. Мы сказали, да, о том, что Тарышкин ориентировался все-таки на самых таких небогатых клиентов, пассажиров пароходов, а удобство на пароходах. Соответственно, такие аскетичные были условия? Ну, это было по-разному, в зависимости тоже от клиентуры. На самом деле, вот, поговаривали, что не все хорошо было, как у Балучева, так и у Тарышкина. Вот, когда был период острой конкуренции, с одной стороны, он заставлял вести себя так, чтобы делать что-то лучше, да, чтобы люди приходили к тебе, с другой стороны, идти на различные самые издержки, поэтому зачастую там был тусклый электрический свет, например, на кораблях, либо перегружались пароходы. Вот это была очень большая проблема, про это очень много говорилось. В том числе в прессе, вот, Максим Горький писал знаменитую статью, прокатавшись на пароходе Балучева, что, ну, им невозможно было ехать, там, люди, как сельди в бочке. Ну, вообще, вот эта конкуренция, это очень интересный феномен. Например, Тарышкин, ну, у него тоже было демократическое такое, достаточно, понимание того, как должно происходить на пароходе, значит, плыть на пароходе, например, могли остановить пароход, чтобы человек вышел или зашел на какой-то пристани, которая для этого, ну, не совсем приспособлена была, либо даже не принадлежала Тарышкину. Там возникали тоже анекдотичные случаи. А, то есть, на свои пристани нельзя было пришвартовываться? Не на всех можно было пришвартоваться, потому что эти участки пристанские, они тоже принадлежали разным пароходовладельцам. Вот однажды был случай, тоже описанный Муарис, там, что плыл пароход Тарышкина, и нужно было взять какого-то человека, он стоял, видимо, на просто пристани, махал там рукой. Вот. И как только начали подъезжать к этой пристани, подошли работники этой пристани и начали от деброкадера отгонять пароход, который подъезжал там палками буквально, потому что это конкуренция, это не их пристань. Вот. То есть, такие случаи тоже бывали. Поэтому, в период навигации встречались самые разные такие инциденты, и иногда они были недоточечные, иногда не очень. Наверное, для человека, который хотел бы сесть на пароход, это все не очень хорошо. А вообще, в целом, про удобство, можно сказать, что ведь электрическое освещение в Вятке впервые узнали, когда увидели его на пароходе Булуча, как раз. Поэтому это тоже своеобразный символ того, что пароходы, это не просто передвижение, да, это еще ведь и они несли нам технический прогресс. — Когда мы говорили про Тихона Филипповича, Булучева на один из любопытных моментов был в том, что хранил он все свои богатства в одном месте, да, в конторе. А что касается Трышкина, он где свой капитал хранил? — Ну, это точно неизвестно, но, конечно, я сомневаюсь, что он имел такие же повадки, как у Булучева, который к деньгам относился достаточно просто, на самом деле. Никогда самоналичных не носил и так далее. Трышкин провел с самых низов и, в принципе, свои капиталы ценил и хотел их приумножать, но вообще он обладал достаточно интересными, наверное, личными нравственными качествами. Можно припомнить следующий случай. Дело в том, что вот тогда, в конце 19 века, не было такой системы социального страхования, как сейчас, да, то есть это все отдавалось новку самим владельцам предприятий, например, как они поступают, если их работник получил увечья или заболел, да. Могли не выплачивать никакое денежное пособие, человек существовал как ему приходилось. Ну, Трышкин впервые вел систему такого своеобразного социального страхования. В страховом знаменитом обществе Россия он застраховал всех работников своей фирмы. Это немало 700 человек. 700 человек? То есть на него работало тогда, в конце 19 века, 700 человек. Вот. Плюс ко всему ему выплачивались пособия людям, которые получили увечья или какие-то у них были проблемы в семье. То есть он относился к своим работникам достаточно трепетно. Вот. И мне кажется, что это, ну, в целом важно. Плюс ко всему, он в своей работе использовал и социальную ориентацию. Например, на его пароходах с 50-ти процентной скидкой могли кататься учащиеся ученики, либо учителя, ну, и делались скидки для тех, кто обучался в самых разных учебных заведениях. И мне кажется, что это было здорово, потому что, ну, не каждый мог себе позволить. А тут люди, которые ехали, например, на учебу, им это было важно. И Трышкин понимал, что как важно учиться. Ведь он был самоучкой, им приходилось все постигать на личном опыте. А личный опыт, это всегда, он несет за собой определенные проблемы. Это ведь взлеты и падения. Видимо, для того, чтобы получить скидку, тоже нужно было что-то предъявить, да? Ну, я думаю, что... Некий документ, некой бумагой, да, справку, да. Как мы в троллейбусе определили справку. Там тоже были в учебных заведениях определенные документы, которые показываешь. И, видимо, вообще гимназист. Гимназиста легко узнать. У нас немного времени остается до конца. Передача все-таки о потомках. Еще бы хотелось поговорить поподробнее Терышкина. Про одного сына мы рассказали, Иван, а второй Александр. Да, очень интересно, что... Да, вернее, наоборот, про Александр рассказали. Второй Иван. Иван жил в Аркуле, потом он оттуда уехал, причем уехал очень удачно. Дело в том, что это еще было до начала репрессивной политики 30-х годов, а все-таки это были представители капитализма, и, в общем-то, ничего хорошего им не светило. Поэтому даже вот некоторые историки отмечают, что те люди, которые общались с Терышкиным, потом пострадали. А вот. А если говорить про дальних таких потомков, то самым известным человеком является Дмитрий Шагин. Наверное, может быть, аудитория знает сегодня... Метьки. Да. Программа про культуру, как раз основатель движения Метьки, художник очень известный, тоже активист за сохранение облика Санкт-Петербурга. Он является потом как раз Якова Терышкина. То есть вот такая вот генеалогия у этого человека. То есть он приходится кому-то из дочерей, да, Терышкина? Да, судя по всему, вот так. То есть это очень любопытно, что такой известный человек, творческий, и является потомком вот Терышкина. Мне кажется, что это интересный факт. Печальная страница кончина Якова Фомича. 903 год. Что за обстоятельства были? Да, Терышкин находился в рабочей командировке в Казани. У него там тоже было свое домовладение, потому что пароходы постоянно ездили в Казань. И вот так случилось, что он скончался. И вот пароход под названием Дед привез тело Терышкина в Вятку. Уже на подходе к городу, набережную облепило огромное количество людей. Пришел Яков Паскребышев, мэр города, выражаясь, именно городской голова, все верхушки вятского духовенства. Огромное количество людей, гласные городской думы, купцы, предприниматели и встретили гроб с телом Терышкина. Потом были похороны. И на похороны собралось, по оценкам очевидцев, до 4 тысяч человек. То есть это огромное количество людей. Представьте себе, что в конце 19 века по переписи 1997 года в Вятке прожило 25 тысяч человек. То есть, на мой взгляд, это достаточно большое количество людей. И там присутствовал губернатор хомутов. И, в принципе, вся верхушка власти. Шестая часть населения города. То есть, на мой взгляд, это очень большое было событие в жизни города, которое активно освещалось прессе. И, конечно, оплакивали Терышкиным еще при своей жизни дважды в неделю о нем молились священники Донской церкви. Ну и потом уже после его смерти также проводились регулярные проминовальные процедуры. Его любили, ценили. И вот действительно смерть Терышкина стала большим событием для нашего города. Его уважали. Ну, действительно, человек, которого бы не любили, не уважали, не ценили, пришло бы такое огромное количество. А место погребения? Насколько я помню, это Иоанна Богословская. Кладбище. Ну, надо сказать, что, конечно, Донская церковь, жаль, что не сохранилась. На дореволюционных фотографиях она всегда видна. Это одна из первых таких двухэтажных каменных церквей. Она была очень массивная. И Терышкин сделал очень много для этой церкви. То есть и сын Терышкина, почему еще произошло у них, к сожалению, проблемы в деловых каких-то их процедурах? Потому что Александр Терышкин увлекся слишком благотворительностью, обращая внимание на то, как это делал его отец, и как делали другие купцы. И про него говорили, что он слишком много средств расходует на благотворительные процедуры. И это, наверное, тоже сыграло с ним злую шутку, потому что все-таки это не позволяло, видимо, поддерживать дела в должной стезе, скажем так. Антон, безусловно, все не успеваем рассказать. Перекомендуйте как специалист. На что можно обратить внимание? Какие книги? Каких авторов? Ну, вот больше всего про историю пароходства писал и пишет Евгений Березин. Это очень известный краевед. Он написал достаточно большое количество статей про Терышкина. Но есть другие люди. Вот здесь достаточно интересная статья, с которой столкнулся. Вот в этом году у нас юбилей музея. В прошлый раз Михаил Сергеевич приходил, рассказывал про Алабина, знаменитого основателя музея. И был сборник, вышел он лет 10 назад, посвященный как раз Петру Алабину, его влиянию на культурную и общественную политическую деловую среду вятки. И вот в этом сборнике как раз очень хорошая статья одного из местных краеведов про Якова Терышкина, большая, с ссылками на архивные документы. Очень много сказано про его личность. И начинается статья с того, что на самом деле Алабин был знаком с Терышкиным очень близко. И Терышкин очень много взял у Алабина. То есть его интеллигентность, его стремление к просвещению, его любовь к людям, она увлекала Терышкина. И Терышкин на самом деле очень много жертвовал, кстати, еще денег на поддержку музея. Причем там встречаются цитаты одного из очевидцев, что зачастую ущерб себе даже. Поэтому вот в алабинских сборниках тоже можно встретить про Якова Фомича Терышкина. И в основном у Березина. И опять же, еще раз могу порекомендовать сборник авиатского купечества 1999 года, где много про самых разных купцов встречается информация, точно про Терышкина. Ну и недавно вышла книга Иса Геевича Судовикова, основанная на его докторской диссертации, посвященной авиатовскому купечеству. И там тоже можно встретить про Терышкина именно в контексте развития тех процессов, которые происходили по реформленной эпохой в начале века 20-го. И там встречается отдельная его деятельность в контексте развития благотворительности у купеческого сословия, политической деятельности, деловой активности. То есть все это уже, скажем так, в более серьезном научном пути. И завершаем мы по традиции нашу программу, сделанную в Вятке новостями проекта «Пешком по Вятке». Активно продолжается сезон прогулок. Следующий состоится завтра. Да, 30 апреля у нас начался уже новый сезон в пешком порядке. То есть уже где-то 6-7 прогулок состоялось. Все вроде бы очень хорошо. Погода пока радует. Это очень здорово. Восемь уже. Восемь уже прошло. Восемь уже прошло. Потому что очень быстро все идет. Я уже даже забыл, сколько было конкретно. Ну вот, да, у нас новые прогулки начинаются 21-27 мая. У нас по улице Свободы Раницаревской. В июне мы будем делать прогулку по Октябрьскому проспекту. Это прогулка, которую мы хотели сделать еще в том году. Но, к сожалению, не получилось сделать в силу определенных причин. Но сейчас в этом летом уже точно мы сделаем. Посмотрим, анонса еще пока нет, да, в ВКонтакте? Ну, еще мы пишем, пишем. Нет, есть уже анонс, там можно уже встретить. Но про Октябрьский проспект мы еще не анонсировали, потому что мы хотим сделать все очень красиво, как обычно, с полной информацией, что там будет. То есть ради чего стоит прийти, про что мы будем говорить. Ну, уже точно про то, о чем мы сегодня уже упоминали. Это история Ипподрома, Иоанна-Богословского кладбища, Загородного сада. То, что мы говорим часто упоминается в передачах «Сделано вятки», потому что эти места связаны с купечеством. Вот. Ну, прогулки продолжаются. К 12 июня мы выпустим уже наш путеводитель новый, исчезнувшая вятка. Путеводитель по городу, которого нет. Уже практически его доделали, то есть запускаем уже в печать. Вот. Здание получается очень интересным, и, честно говоря, работа над ним меня очень захватила, потому что это настоящий исследовательский труд. Ведь объектов, про которые мы там будем говорить, их просто нет в городе, и нужно было их все найти, вычленить. Иногда совершенно потрясающие были случаи, когда деревянный дом Николая Рудницкого стоял на перекрестке в 2-й Советской улице и Володарского, а в 2-й Советской улице уже давно нет. И мы по старым фотографиям, по деревьям, которые сохранились в этом районе, установили, где это место находится. Что они здесь находились. Вот. То есть мы наняли квадрокоптер и сняли с верхушки здания соседнего этот участок. То есть, на самом деле, очень сложная была работа, в ходе которой мы даже спасли часовню Бориса и Глеба. Так получилось. То есть, 1 мая пришли на это место снимать остатки водокачки. Смотрим, там пожар. Вызвали со Станиславом Суворовым пожарных и потушили. Вот. На самом деле, было много событий. Потом тоже расскажем на презентации. Я думаю, что она состоится где-то в районе плюс-минус 12 июня. Ну и сайт наш уже будет запущен на следующей неделе или через неделю. Тоже очень много там будет информации, в том числе про купечество. Я думаю, что тем, кто интересуется этой темой. Как называется? Еще раз напомните. Ну, я не буду говорить. Там латинские буквы. На самом деле, мы сделаем… Алина РФ или РУФ? Нет. РУФ. Вот. И на самом деле, тоже сделаем, наверное, и презентацию, и посты сделаем в наших социальных сетях. И те люди, которые не смогут с нами прогуляться по определенным причинам, потому что есть разные люди. Некоторые не любят гулять, например, большими компаниями. Или любят гулять отдельно, или виртуально, сидя за компьютером дома, с чашкой чая, они смогут сайт использовать в своих виртуальных пробудках по городу. Ну, все подробности, еще раз напомню, в группе «Пешком по вятке» ВКонтакте. В том числе, там есть расписание. Да. Спасибо, Антон Косанов. Завершаем мы на этом передаче сделанные вятки. Всего доброго. До свидания.